Добрый день, я врач-фитотерапевт Борис Качко и сегодня вы узнаете, что такое жажда, чем и кому она угрожает. Чувство жажды достаточно распространенное явление, которое чаще появляется в летнюю жару, на фоне не совсем сбалансированного питания, образа жизни, питьевого режима. Но жажда может появиться в любое время года, в связи с занятием, спортом, при посещении бани, сауны. Жажда может появиться и в любом возрасте, а вот неправильное утоление чувства жажды может привести к непоправимым последствиям. Что такое жажда? Фактически это всего 1% обезвоживания вашего организма. При среднем содержании воды в организме примерно 70% это вроде как и немного. Но при этом вместе с появлением жажды резко возрастает вязкость крови. А это как минимум резко увеличение нагрузки на сердечную мышцу. С обострением ишемической болезни сердца, повышением артериального давления, риском инфаркта либо инсульта. А на фоне дистрофии сердечной мышцы к обострению сердечной недостаточности и внезапной смерти. Почему жажда очень опасна детям? Ведь содержание воды в организме детей больше, чем у взрослых. Дети быстрее взрослых теряют свои запасы воды. Этому способствует более активный обмен веществ и образ жизни. Чему это может привести? Тепловой либо солнечный удар в зависимости от условий. Есть ли у жажды предвестники? Безусловно, есть. И лучше, если водный баланс начинает пополняться при их появлении. Это покраснение лица, сухие губы, изменение тембра голоса. Если появились эти признаки, это пока желтая карточка вашему образу жизни. До красной лучше не доводить. Как правильно утолить жажду? Без лишнего эмоционального напряжения необходимо глазками найти любой источник жидкости. И медленно, небольшими глотками вводить ее в свой организм. И безусловно, устранить действие вызвавшего жажду фактора. Перейти в более прохладные помещения. Обеспечить свободный доступ свежего воздуха, эмоциональный комфорт и физический спокой с мышечным расслаблением. Теперь вы знаете, что такое чувство жажды и как с ней правильно справляться. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова